Доброе утро! Ну, давайте об этом чуть попозже поговорим. Хочу начать с того, что как вообще ваше настроение осеннее? Отлично. Утро бодрое, доброе. Весьма. Весьма. Ну что, откуда вы вот у нас в Кустанай появились вообще? Отсюда были родом? Где учились? Где сейчас работаете? А может быть, учитесь? Давайте с самого начала начнем. Можно сказать, что я сам здешний просто учился в Астане. Собственно, в моем же родном и городе просто жил в Кустанай. В Астане закончил архитектурный факультет в Казату, агротехнический университет имени Сейфулина по специальности архитектура. Сейчас, собственно, по этой же специальности и работаю. Одно время работал в конторе архитектурное ателье «Дом», сейчас преподаю в строительном колледже спецдисциплины у архитекторов. А почему выбрали такую весьма очень сложную профессию? Ну, я не считаю эту профессию слишком сложной. Это, скорее, более творческая профессия. Просто как-то я предпочел ее, потому что она собрала в себя много интересных таких творческих занятий, как рисование, проектирование. Собственно, все, с чем я сталкивался и что мне нравилось. Потому что я, в свою очередь, закончил художественную школу нашу, Кустанайскую. И вот в итоге как-то решил с этим связать профессию. Востребована ли в Казахстане профессия архитектора вообще в целом? У нас очень часто зовут архитекторов именно с других стран. А вот казахстанские архитекторы почему-то у нас в Казахстане не очень работают. Ну, все относительно, потому что... Ну, ваше мнение по этому поводу? Ну, если голова и руки есть, то, конечно, востребован. А есть какая-нибудь мечта архитектора? Может быть, спроектировать какое-нибудь здание там или уже в голове есть идеи какие-то? Ну, посмотрим, поживем, увидим. Все секреты не будете нам тут раздавать, да? Рассказывать? Просто пока еще эти идеи очень плавающие. Ну что, давайте уже относительно вашего друга, вашей гитары. С 2010 года начали писать песню. Как пришли к этому? Вот как утром просто проснулись и сказали себе, буду писать песню, сели и написали. Как это произошло? Когда познакомился с клубом авторской песни «Мицар» в Астане, это был далекий 2010 год, примерно это время, ну, чуть позже, наверное, где-то месяц, ноябрь, вместе с ними мы встречали Новый год. Было очень весело, было много интересных новых людей, друзей. Среди них многие были и авторы, как начинающие, так уже продолжающие. И я понял, что мне уже тоже хватит заниматься перепевками, надо что-то тоже придумывать, потому что стихи я уже тогда писал, то есть уже сталкивался с поэтической деятельностью, пусть хотя бы так любительски. Ну, и понял, что надо теперь еще и песни попробовать. В каком направлении эти песни? Ну, сперва и, собственно, по сей день я как бы песни пишу в жанре бард, бард-рок, что-то в этом плане. Бард-рок. Ну, это уже с уклоном. Новое направление. Это уже последние, наверное, года 2-3 у меня такой уклон, просто во что-то такое более широкое. Ну, вообще, да, многие меня как считали, так и считают бардом, и они в чем-то правы, потому что так оно и есть, остается, наверное. А вот когда бардовский фестиваль у нас проходил, участвовали, принимали участие? Да, это был 14-й год, лето. Кажется, совсем недавно, уже 2 года прилетело. Ну, да. К сожалению, как-то вот больше у нас подобного не проводилось, по крайней мере, вот прошлый этот год. Ну, не знаю, может быть, это пока временно, может, как-то вернемся к традиции. То есть, конкурсов среди авторов, сочинителей, так скажем, авторских песен тоже нет у нас, Кустаная? Ну, как-то... Не наблюдается, да? Ну, да, когда только начинал немного, вот только когда вот на гитаре научился играть, периодически проводились, Елена Владимировна Рац проводила, музыкант, вокалист группы «Талисман», и у них же был клуб «Виртуоз» авторской песни. И вот я с ними сотрудничал, часто мы выступали в библиотеках, было несколько конкурсов во Дворце пионеров, в том числе и республиканский конкурс авторской песни, в котором я принимал участие в далеком 2008 году. Ну, это как-то оно у нас так в течение года все довольно быстро прошло, а дальше уже потом потихоньку... Ну, по крайней мере, сколько вот времени прошло, как-то не наблюдалось особо. А на себя ответственность организатора таких конкурсов не хотите взять? Ну, раз говорите, что не хватает, может быть, пора тогда все взять в свои руки? Ну, мне предлагали где-то года два назад, вот когда прошел у нас фестиваль авторской песни, я говорил с одним из таких... Организаторов, да? Ну, не организаторов, а человек, можно сказать, чуть ли не из отдела культуры, ну, или из чего-то в этом роде, ну, по крайней мере, из... Человек, который поможет вам в этом, так скажем так. Из городской администрации, даже не по сути этого слова. Ну, вот как-то у нас тогда немножко не получилось, а сейчас, я думаю, просто времени хватит. Хотя... А я думаю, что вам нужно после сегодняшнего эфира задуматься над этим вопросом. Посмотрим. И, возможно, наши телезрители, которые скрывают свой талант, это все-таки талант, я думаю, потому что, допустим, лично я не смогу сесть и написать песню. Я это знаю, что я это не смогу сделать. Ну, уже как будет, пусть, если что, обращаются ко мне, что-нибудь придумаем вместе. Придумаем вместе, запишем. А вот альбом не пробовали прям записать, чтобы прям был диск, допустим, или пустить его в социальные сети? Были попытки, записывал. Правда, это как бы больше было любительски, на любительский микрофон, так все в квартирных условиях. Но кое-какие песни у меня в социальной сети ВКонтакте есть. И как? Пользуется популярностью песни-то? Ну, слушатели, по крайней мере, периодически бывают. Ну, уже хорошо. Ну, да. Уже хорошо. Давайте про вашего друга поговорим, про вашу гитару. Давно она с вами-то в пути? Вместе с ней пишите песни? Ну, выходит, что так. Но эта гитара у меня с 2012 года, у меня еще две гитары. Одна самая первая, которую мне подарил дядя, и на которой я научился играть, кстати, благодаря ему. Она сейчас в данный момент находится на ремонте до сих пор у нашего коллеги. Хорошо писали. Руководителя клуба Мицар, экс-Мицар. Потому что уже этот клуб тоже как бы в данный момент законсервирован. Сейчас больше занимаются астанинские барды, ТСП, творческая среда, как столичный бард-клуб. Но, тем не менее, на той гитаре я научился играть, а уже начал писать, когда у меня появилась более серьезная гитара. Где-то 2007, по-моему, год. Ну, собственно, я на ней и дальше потом разучил песни, я с ней выступал и уже на ней сыграл первые свои авторские песни. А есть кумир в этом направлении? Ну, я думаю, у человека всегда должен быть, пусть не прямо говоря, кумир, но все равно человек, которому ты стараешься подражать, стараясь быть похожим на него. Да очень трудно кому-то подражать, потому что надо быть в первую очередь самим собой. Ну, это-то да, но где-то там в глубине души. Творческие ориентиры у меня всегда были и есть. Когда я только начинал писать песни, я очень был вдохновлен творчеством таких замечательных авторов, музыкантов, как Высоцкий, Акуджава, позже Митяев, Тальков Игорь тоже какое-то на меня произвел влияние. Чуть позже также на мое творчество повлияли в какой-то степени группа кино Виктор Цой и немного Егор Летов, и группа гражданская оборона, и более поздние авторы. Последнее время даже немножко как-то бывает, пишу под вдохновлением группы Агата Кристи, которая, к сожалению, уже, наверное, тоже лет шесть как нету, что в 2010 году она прекратила свое существование. Но все равно как-то песни хочется переслушивать, и что-то вот подобное уже более на таком уровне бывает. Ну хорошо, а как процесс сочинения песни происходит? То есть садитесь, да, включаете Агату Кристи с кружечкой чая, с листком бумаги, карандашом? Да нет, это по-разному происходит совсем по-разному. Первое время я даже бывало ночью писал песню, он придет, что-то я сразу записывал. Стаешь сразу. Ну, по словам своих... Уже рядом все лежит, там бумага, карандаш. По словам своего друга, музыканта-коллегии, столичный музыкант Виталий Бондарь, лидер рок-группы Кода, Астанинская группа, мне понравилась его фраза, действительно, очень в тему сказано. Если прет, надо писать. Действительно, если оно идет из души, то почему бы и нет, конечно. Главное, чтобы не было, как бы, чтобы не впустую. Надо все равно, если писать, то писать с умом, но, тем не менее, где-то даже хотя бы пробовать. А уже дальше потом оно отсортируется. Вот не могу деть этот вопрос. Лучше похуже. Муза есть? Муза? Муза всегда есть. Муза всегда есть. А что в этом роли муза выступает? Да все. Даже порой весь окружающий мир, любые события проходящие. Ну и не только. И промолчи. И не только. Первая песня, которую вы сочинили, давайте вспомним про нее, там, далекие 2008-2010-е. Ну, если взять самую первую песню, одну из первых, ладно. Это песня уже 11-го года. Раз уж затронули тему муза, то и я спою песню с одноименным названием Муза Барда. Вот и снова сжимаешь в руках ты гитару. Вот и снова меня удивит образ твой. Вот и снова тебя окружат наши барды. И плывет золотой голосок над моей головой. И опять ожидаю наивное воскресенье. За окном зашумит частой дробью задумчивый дождь. Не ищу оправданий, не жду своего возвышенья. Просто верю и жду, что сегодня ты снова придешь. И ты снова сидишь и задумчиво смотришь напрасно. А твоя золотая душа что-то ласково ждет. Как открыться тебе, но ведь ты до того прекрасна. Даже грусть беззаботная так в тебе мило идет. Я, как юный поэт, вдохновлен песнями о худжавы. Ведь чудесные строки его, как весною цветы. Не ищу я дешевых побед и неистовой славы. Я всего лишь хочу, чтоб меня вновь услышала ты. Вот и снова сжимаешь в руках ты гитару. Твой серебряный голос прозрачную речкой течет. Я открыто готов заиграть в ответ серенаду. И открыто свершить этот шаг в своей жизни вперед. Я открыто готов заиграть в ответ серенаду. И открыто свершить этот шаг в своей жизни вперед. Браво! Спасибо. Аплодисменты, классно. Наверное, вас друзья любят брать с собой куда-нибудь в лес отдохнуть. В лес как-то особо пока не приходилось, но бывало еще со школьных лет. У костра, посидеть под гитару. И на работе такое обычно. На работе, в колледже? Не только в колледже, и на старой работе, и в колледже. Кстати, студенты знают про ваше творчество? Да, конечно, знают. Я в этом уверен. Подписываются, лайкают, слушают. Не знаю, все может быть. Не интересовались, не спрашивали у них? Да, сильно не спрашиваю, потому что все равно в колледже-то немного другая сфера работы. Как-то чтобы одно в другом. Там я серьезный человек, да, архитектор. Есть такое. Как друзья, родные относятся к вашему творчеству? Все-таки, наверное, они тоже первые оценщики. Ну, вполне нормально, я так думаю. У вас есть псевдоним? Да. Расскажите о нем. Ну, я часто подписываюсь как Дмитрий Коллекционер. Димитрий Коллекционер. Как бы этот псевдоним, наверное, появился у меня где-то с года 14-го. Когда у меня появилось новое хобби, коллекционирование, и как-то начал я коллекционировать значки. Ну, понятно, что пока чисто любительский, но что-то меня затянуло это увлечение, и по сей день как-то нет-нет, я этим занимаюсь. Ну, значки вот такие вот, да, я так понимаю? Ну, это тут больше как тематические. Тут тараканы, все дела. Да, там на самом деле я в основном сувенирные, советские преимущественно собираю. А где берете? Вот мне всегда очень интересно, когда человек коллекционер, с кем-то обмениваюсь, где-то кто-то продает, я по возможности приобретаю, где-то в антикварных лавках. Потом через несколько лет, да, сами будете потом продавать их, когда будет востребовано. Вот что это коллекционирование? Это какое-то душевное? Или что в этой зночке для вас? Да это интересно просто, вот так просто ощущение какого-то поиска, а потом вот это вот собирать все в одну коллекцию, пересматривать, все равно это какое-то особое... Да, да. Листаешь? Что-то в этом роде. А вот тыков не досталась, да? Сложно, трудно, искал тебя долго. Еще чем увлекаетесь? Ну смотрите, вот постепенно-постепенно я узнала, что вы не только, оказывается, автор песен, но еще и коллекционер. Еще что есть? Ну и немного художник по совместительству, потому что я уже упоминал и про художественную школу, и про свою специальность. Ну в принципе... На заказ рисуете? Ну если очень постараться, то могу. А почему так очень постараться? Ну, учитывая, не то с легкой руки, учитывая время, место, там, случай, но в принципе, да. Давайте еще одну, наверное, песню. Не знаю, давайте на ваше усмотрение та, которая... Вот все равно, мне кажется, когда у тебя есть несколько песен, есть именно та вот, которая лежит у тебя на душе вот вообще всегда вот так тебе нравится, и ты сам иногда ужут, я молодец, такую песню писал классную. Ну как бы сильно не звучало у меня из старых моих песен, из старого цикла именно Бардовского. Есть одна из песен, которую я, наверное, приурочу к предстоящему празднику, хоть она и не совсем, может быть, звучит ко дню учителя, потому что песня вообще посвящена одноклассникам, но не стоит забывать, что все мы учились, и все мы обязаны нашим замечательным учителям, которые нам дали знания, нас, так сказать, вырастили, воспитали и отправили в этот такой... В дальнее плавание. Да, в дальнее плавание. Вот. Давайте. Рассветает весна И вступает в права свои май. Год за годом летит, Опадая сиренью в садах, Спой гитара о юности нашей, Душевно сыграй, Что оставили тем золотым Нашим школьным годам. Пролетели три года, А много ли это три года? Разбежались по разным дорогам Своим и мечтам. Вновь меняется мода, Но лишь остается погода, Набивая нам теплую память Тем юным годам. Пролетели три года, И много совершилось за них. Повзрослели мы, Делая в жизни уверенный шаг. Наберется рука за перо, И рождается стих, Развиваясь по ветру надежд, Словно память и флаг. Пролетели три года, А много ли это три года? Одноклассниц в передничках белых Давно не видать. Изменилась та мода, Но лишь остается погода, Та, что дарит надежду нам верить, О чем-то мечтать. Но ведь мы не расстались, Поверьте, друзья, это так. Повзрослели давно, Сделав в жизни уверенный шаг, И как будто сроднялись Там, дружной, большую семьей. Пролетели три года, А много ли это три года? Разбежались по разным дорогам Своим и мечтам. Вновь меняется мода, Но лишь остается погода, Навивая нам теплую память Тем юным годам. Вновь меняется мода, Но лишь остается погода, Навивая нам теплую память Тем юным годам. Классно. Спасибо. Я думаю, порадовали не только меня, Порадовали и всех телезрителей, Которые сейчас у наших экранов находятся. Хочется вам, Дмитрий, Пожелать творческого потенциала, Творческих успехов. Ну и, конечно же, Обратитесь к нашим телезрителям И пожелайте им хорошего утра, Или, может быть, Вы что-то хотите сказать. Ну, от себя лично, да, В первую очередь, Всем доброго утра, Хорошего дня, Позитива, Всего доброго. Будьте счастливы, Стремитесь к своей цели, Живите, не бойтесь, верьте. Ну что, дорогие телезрители, Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Говорков, Автор и исполнитель своих собственных Вот таких вот прекрасных песен. Знаете, что хочется сказать? Хочется сказать так. Творите и не стесняйтесь. Приходите к нам и делитесь своим творчеством. С добрым утра.